друзья всем привет сегодня мы рисуем пушистого котенка помпона его мордочку и хочу напомнить что вы можете подписаться на мой канал таким образом получать уведомления о новых видео и поставьте пожалуйста лайк этому видео мне будет очень приятно ну что расскажу о том почему выбрала эту тему что это за книга так вот в прошлом уроке я рассказывала вам о способах штрих штриховки цветными карандашами один из способов это как раз таки вот такой способ который создается штрих создается с помощью непрерывной округлой линии и мне показалось что этот способ именно способ можно показать отдельно рассказать им подробнее и вот почему потому что на самом деле я не так часто пользуюсь вот в этой книге например я рисовала иллюстрации прошлогодняя книга ее можно у меня кстати купить если захотите эта книжка 0 плюс для чтения с детьми любит для малышей в ней главный герой это котенок помпон вот давайте эту картинку посмотрим вот словился фокус он маленький пушистый котенок у которого такая большая глава он соответствует возрасту примерно 3-4 года у человеческих детей и для меня было очень важно показать его именно пушистым там у заказчицы было требование чтобы голова котенка была похожа соответственно на помпон и весь внешний вид котенка все это было по техническому заданию от заказчицы и вот такой способ реализовать ее задумку я нашла вообще подробнее об этой книге я сниму обязательно видео ближайшие дни покажу оригиналы работы расскажу о создании книги поэтому сейчас не буду в подробности вдаваться я сегодня как раз с вами нарисую мордочку этого котенка покажу как изобразить вот эту пушистую смешную шерстку технически да как это сделать посмотрите я буду рисовать несколькими цветными карандашами в процессе я буду озвучивать оттенки но вы можете взять любые карандаши которые у вас есть да не обязательно такие же цвета то есть можно взять какой-то коричневый или серенький например и рисовать пушистого котенка другого цвета то есть я не хочу чтобы в моих уроках были какие-то строгие ограничения адаптируйтесь берите цвета которые у вас есть пенале и пробуйте пробуйте новую технику давайте покажу еще картинок с пушистыми котами вот здесь например важно было показать что котенок пушистый как мама и папа у них не такой пушистый но при этом тоже шерстяной даже каждую шерстинку прорисовывать просто если честно не имела смысла и давайте еще технически один момент покажу его должно быть видно это достаточно плавный переход между рыжей шерстью и цветом фона чуть-чуть проглядывает светлый контур это для того чтобы нет не сливались объекты как раз расскажу как вот этот переход изобразить здесь тоже хорошо видно мордочку он похож на мягкую игрушку и особенно это контрастно выглядит с такой более мультяшной мышкой с более мультяшным песиком вот и это было важно сделать так чтобы главный герой отличался от всех остальных ну что кажется объяснилось что сегодня рисуем по какой причине давайте напомню что в принципе рисовать можно на любой бумаге который вам нравится можно на госзнаки можно на какой-то другой бумаги я предпочитаю для чистых карандашей более-менее гладкую бумагу например мне вот такой вот скетчбук от art creation он немножко кремовый и скетч получаются такие прикольные по цветам немножко отличается от белой бумаги я нарисую небольшой рисунок закреплю таким образом бумагу так давайте для начала напомню что за штриховка да если предыдущие видео не смотрели ну я во первых рекомендую посмотреть естественно там виды штриховки вот один из видов штриховки это вот такой округлый штрих технически это выглядит так будто много-много кружков провожу примерно вот так да и такими кругами можно формировать объект который вы выбрали это может быть котенок может что-то другое круги могут быть меньше могут быть больше причем маленькие больших можно сочетать в одной работе что нам потребуется во первых я буду рисовать охрой давайте возьмем жирную охру вот бернт охра номер 187 карандаш faber кастрол полихром из яйца карандаш и люблю давайте цвет покажу вот такой цвет что еще буду использовать для красных щечек буду использовать вот этот карандаш помпион red номер 191 тоже faber каста вот он для сглаживания самых светлых мест я в оригинале использовала карандаш derwent так не вижу его а вот он вот он derwent оттенок называется в этой серии adroin номер его 5715 это такой кремовый оттенок и вон на этой бумаге видно хуже поэтому я не уверена что в итоге буду его использовать но показываю все равно на камере вы кстати не очень хорошо видно ну я должна сказать о том что он был в любом случае на темно-коричневый мой самый универсальный цвет волнат браун номер 177 который практически черный если на него по сильнее не давить для всех теней всегда его использую надо кстати его заточить наверное перед рисованием и для глазика еще буду использовать желтый в принципе любой подойдет вот у меня есть dark cadmium yellow номер 108 наверное его принципе любой подойдет не обязательно именно этот оттенок смотрите в целом на самом деле для такой техники заточка карандашей не сильно важно я заточу коричневый и желтый остальные затачивать не буду потому что вот эта мягкая круглая штриховка она на самом деле даже не требует вот этого острого носика на карандаше это конечно большой плюс ускоряет работу не нужно отвлекаться на заточку ну вы знаете я заточку выполняю ножом поэтому когда нужно вот этот весь пенал заточить это конечно много времени занимает это можно почти час просидеть там еще помните карандаш пойдет с капризной ломучий короткие неудобно точить себя это много времени занимает точилки не люблю и для цветных карандашей они все очень быстро торт портится и начинает портить карандаши я прошу прощения что иногда запинаюсь я давно не записывал уроки из-за того что болела немножко отвыкла много разговаривать итак смотрите я оставлю в кадре котенка чтобы было удобнее если вы рисуете прямо сам со мной в оригинале эти рисунки конечно большие но в рамках одного видео урока мне кажется лучше нарисовать что-то некрупное итак смотрите я сначала темную карандашом намечу общей формы а потом уже буду работать охрой шарик голова большие уши давайте они будут также назад как на этой картинке дальше всегда обозначала вот этот козырек ну я не небольшой фанат таких козырьков если честно но это тоже техническое задание так всегда намечала где будет подбородок потому что относительно подбородка можно сразу уже найти положение ротика и носика и глазки смотрите я на самом деле я скажу честно я уже записывала этот урок по котенку и меня получился стремный год такое бывает поэтому переписываю урок и там я сделала ошибку я не буду вам показывать этот урок потому что я его удалила чтобы не занимал память я там слишком близко поставила глаза и котенок получился не милый а какой-то другой вот я общий контур глаза почти не прорисовываю то есть вот это я прорисовала зрачок так в принципе этого достаточно для того чтобы начать штриховку штриховку начну охры напоминаю это жженая охра бернет охра номер сто восемьдесят семь он не очень острый и я начну знаете как так подушку стираю я начинаю с какой-то пушистой части где нет деталей чтобы привыкнуть во-первых я держу карантаж где-то за середину чтобы не было напряжение в руке без сильного нажима делаю вот такой первый слой то есть козырек я не перекрываю захожу на ухо за общий контур стараюсь сильно не выходить но перекрываю то есть вот линии общего контура я чуть-чуть за него или поверх него он ложила штриховки пошла дальше и вот такой бледненький первый слой меня получился перехожу на нижнюю часть видите где-то круги побольше то есть в щечках там где больше шерсти меньше деталей там где подбородок штриховка соответственно более маленькая вторая щечка щечки у нас есть первый слой да дальше мордочка во первых она останется светлее смотрите если вам непонятно каким по какому принципу каким образом располагается цвет и свет на объекте я оставлю ссылку на урок по тому как рисовать объем объем на шаре объем на цилиндре посмотрите эти уроки они достаточно простые там можно тоже блокнотики по черкушки порисовать для себя усвоить знания и дальше потом применять уже в иллюстрации далее второй слой этим же карандашом вот таким образом по ну как полумесяц по дуге будет расположена тень собственная тень на головке котика и я точно также без нажима просто ее второй слой от этого уже пигмент ярче выглядит он набирается на бумаге я эту тень обозначаю причем дала раз слой потом точно также по дуге в этом же месте даю третий слой четвертый получается что разница между вот этим местом и дугой уже есть достаточно очевидно и точно так же внизу делаю начинаю второй слой расслаблено рука у меня расслаблено локоть лежит на столе и веду-веду-веду-веду-веду до подбородка сильно на светлую часть мордочки не захожу там останется свет чуть-чуть под козырек можно завести я надеюсь что вам не слышно меня сосед смотрит какую-то загадочную передачу с мтв и слышно звуки надеюсь что у вас эти звуки не будут уроки так пошел третий слой поверх также да вот по дуге сейчас хочется чуть-чуть мордочку мне затонировать очень осторожно видите общий контур котенка сформировался на его нельзя нарисовать одной линией он формируется как раз из этих штрихов пошел четвертый слой давайте ушки немножко под штрихуем во первых там есть красная вот это розовая точнее зона и рыженькая второе ушку от нас отвернуто то есть это испуганный котенок знаете как надо кошки пугается это водит туши назад забавно получается давайте я проверю фокус не слишком ли темно так мне кажется должна стать лучшим далее смотрите можно эту тень затемнить еще больше взять какой-то более темный карандаш если у вас его нет можно наложить еще один слой эти у меня например есть еще оттенок охры коричневый охра браун охра номер 182 можно ее взять для тени можно тем же карандашом я все еще работаю над собственной тенью предмета над головой котенка далее далее беру красный помпейский красный вот он и он у меня идет на козырек щечки ушки без сильного нажима я закрашиваю обычной уже штриховкой не округлый просто ровный середину сердцевину ушка далее давайте козырек здесь тоже если непонятно как расположены свет и тень посмотрите урок который в описании видео есть по цилиндру то есть это как будто бы половинка цилиндра которая закручивается и я вот такими длинными штрихами кстати обращайте внимание на вид штриховки тоже в уроке по штрихам он был каждый штрих отдельно получается тенюшку можно поярче сделать и внутри еще темнее да потому что там совсем свет не попадает далее щеки вот щеки нужно закрашивать тем же способом округлой штриховкой причем мне кажется я здесь даже ярковатые щеки сделал я бы сейчас делал наверное их побледнее и и немножко красного на подбородок тоже добавлю далее 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 я буду работать над глазами мне потребуется коричневый охра и желтый во первых охры я сейчас прорабатываю радужку смотрите что я делаю охры вот такие движения я отрываю карандаш после каждого штриха создаю как будто бы объем но не полностью то есть я не закрашиваю полностью радужку вот здесь справа сейчас останется место на желтый но желтый я накладываю не только справа но и поверх охры примерно вот таким образом далее темно-коричневый если он плохо заточен нужно его подточить получше здесь важно чтобы были тонкие штрихи я всегда оставляю блик белый его безусловно если ты рисуешь иллюстрацию для книги его можно потом на планшете добавить но все равно я стараюсь максимально хорошо проработать иллюстрацию даже вот в таком виде в оригинале ну конечно было бы приятно когда-нибудь увидеть на выставке все свои картины чтобы они были не хуже чем в инстаграме что касается зрачка я его не однородно закрашиваю темно-коричневым я сперва даю такой первый слой полупрозрачный и далее смотрите я какую-то одну зону зрачка делаю темнее например верхнюю левую а дальше идет переход в более светлый коричневый это добавляет объемы то есть если нарисовать полностью темно-коричневый зрачок это будет немножко плоско так дальше я радужку чуть-чуть подчеркиваю не полностью прорисовываю тоже ближе к веку и нижние века тоже немножко прорисовываю обратите внимание что не весь глаз полностью обвожу дальше ресницы тут смотрите как я делаю сначала легкой штриховкой как будто бы затеняю глазик я представляю что это как макияж да и дальше уже несколько таких тонких ресничек слишком много не надо чтобы рисунок не смотрелся слишком утрированно детским и складку верхнего века обычно изображаю также я этому котенку чтобы было проще передать эмоции рисовала бровки тоже дело сначала такое пятнышко обычной вот этой округлой штриховкой из него потом несколько таких волосков все такая была кошачья бровь также коричневым можно подчеркнуть дополнительно козырек по контуру добавить легкую тенюшку внутри уши здесь смотрите я добавляю тень на внутреннюю вот эту красную часть и кончики ушей тоже всегда подчеркивала коричневым выразительные так они выглядят не теряются сейчас я вижу что уши можно еще подштриховать они смотрятся бледнее чем надо вообще конечно же как меня учили художки я этого правила до сих пор стараюсь следовать нужно вести работу так чтобы в любом этапе ты мог прерваться и было красиво это значит что нельзя оставлять какие-то объекты совсем белыми работать например только над одним глазом но естественно невозможно одновременно хорошо супер хорошо подробно детально проработать все 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 части вашего рисунка ну физически вы не можете это сделать поэтому иногда приходится возвращаться к каким-то моментам и добавлять тона например вот эта дальняя щечка получилась бледненькая можно ее подштриховать далее снова темно-коричневый карандаш что с ротиком я его обвожу тонкой линии без сильного давления он не должен быть совсем черный и также обвожу подбородок можно даже так легкой штриховкой эту линию ввести в тень я бы добавила еще немножко красного деликатно на подбородок на щечки и смотрите у меня там еще заштрихован ротик красным и носик в принципе вот так выглядит котенок далее я всегда брала на финальном этапе с мордочкой вот этот карандаш ну он кремовый то есть такой легкий оттенок и сверху шерстку проштриховывала получалось что мордочка не белая да то есть я рисовала на белой бумаге вот эти иллюстрации мордочка не белая а кремовая в принципе если рисунок на кремовом пакете делать не обязательно почти не видно этот карандаш и дальше смотрите обещала показать как же делать переход между шерсткой и фоном давайте возьмем какой-нибудь темный бордо например или что это маджента номер 133 значит фон может быть как-то по-другому да как здесь например это вертикальные штрихи и эти штрихи они не доходят до шерстки остается как бы такой белый контур он не очень большой и он не четкий то есть я его не обвожу линии это именно прерванный штрих который создает контур и я так делала в том числе там где уши и мне кажется что это эффект который напоминает вот эту как у котиков бывает белая пушистая шерстка которая тонкая как подпушка наверное вот то есть нет четкой линии если вам нужно сделать сильно темный фон то вы просто от шерстки начинаете например вниз штриховать а потом здесь уже добавляете более такую плавную штриховку но не обводите по контуру вы можете попробовать кстати нарисовать своего питомца таким образом например или просто какого-то зверька который вам симпатичен не обязательно именно этого котенка помпона но в целом он на самом деле готов вот можно еще добавить фон слева такой смешной коте надеюсь что вам было интересно поработать в этой технике что у вас все получилось если есть какие то вопросы замечания пишите в комментарии может быть есть пожелания к теме следующих уроков я обязательно к этому прислушиваюсь всегда и буду рада вашему отклику спасибо за то что посмотрели все ссылки на обучающее видео по форме и по штриховке они будут под этим видео или в самом конце видео тоже как подсказка появится присылайте мне свои рисунки буду этому очень рада и до встречи на следующей неделе пока пока пока